Где-то, вдали от всего, спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен! А я принцесса Холли. Давайте играть! Нас подожди! Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается возле большого эльфийского дерева. Утро, день и вечер. Семь часов! Пора вставать! Бен! Завтрак готов! Спасибо, папа! А теперь давай расчешем волосы. И наденем твою шапочку. Не забудь свои новые часы. Вот, теперь ты готов к школе. Но, мама, до школы ведь еще есть время. Можно я пойду к Холли? Я хочу показать ей свои новые часы. Хорошо. Только смотри, не опоздай в школу. Я не опоздаю. Эльфы никогда не опаздывают. А я ведь эльф! Что ж, мистер эльф, утром так много работы. Ха-ха, я согласен. Петушки уже пропели, принцесса Холли. Вам пора вставать. А-а-а! Уже наступило утро? А-а-а! Завтрак готов, Холли. Спасибо, няня Плам. Давай расчешем твои волосы, Холли. Вот твоя корона. Готово. Утром так много работы. Здравствуйте, няня Плам. Что случилось, Бен? Я даже двери не успела тебе открыть. Холли может выйти поиграть? Боюсь, что принцесса Холли немного занята. Привет, Бен. Привет, Холли. А у меня новые часы. Ого! Это настоящие часы? Да. Слышно, как они тикают. Да. Бен, можешь сказать, который час? Нет. Сегодня в школе нас будут учить, как это правильно сделать. Да. И я уверена, что ты не хочешь опоздать. Я эльф. Мы никогда не опаздываем. Пока, Холли. Пока, Бен. Хочу, чтобы у меня были часы. Зачем они вам, принцесса Холли? Если бы у меня были часы, я бы могла сказать, который час. Нам, феям, не нужны часы. Есть другие способы узнать, который час. Какие, няня? У нас часы-одуванчики. Вот хороший. Как одуванчик может сказать время? Нужно посчитать, за сколько раз ты сдуешь его семена. Вот так. Раз. Два. Три. Получилось три раза. Значит, сейчас три часа. Я тоже хочу. Раз. Значит, сейчас час. О, няня, а сейчас точно час дня? Не совсем. Это такая игра. Но Бен учится говорить, который час по-настоящему. Могу я пойти к нему на урок? Ох, хорошо. Не думаю, что там будет весело. Когда большая стрелка и маленькая стрелка показывают вверх, это означает полдень. Здравствуй, старый мудрый эльф. Эм, доброе утро, няня Плам. Мы можем присоединиться. Да, если не будете мешать. Хорошо. Мм, теперь, а кто может сказать, как понять, что часы работают? Мы услышим, что они тикают. О, да, Холли. Очень хорошо. О, видите, мы, феи, всё знаем про время. Но у вас, фей, нет никаких часов. У нас свои способы узнать, который час. Мм, даже не сомневаюсь. А как мы знаем, что нам пора просыпаться? Звенит будильник. Правильно. А я просыпаюсь, когда петух поёт. Ку-ка-ре-ку! Да, понимаю. А как мы знаем, что уже пора ложиться спать? Когда будильник звенит вечером. Да, правильно, Бен. А я ложусь спать, когда сова кричит. Ху-ху-ху! Хе-хе-хе-хе-хе! Ну, если у вас нет часов, как вы знаете, который час? У нас есть часы-одуванчики. Смотрите. Раз. Можно попробовать. Два. И я хочу. Три. Значит, сейчас три часа. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Никогда не ошибается. Ой, действительно обед. На сегодня всё. Ура! Холли, ты не хочешь сегодня погулять после обеда? Хочу. Хорошо. Тогда позже увидимся. Тогда до встречи, Бен. Хе-хе-хе. Ммм. Уже почти шесть часов. Где Холли? Привет, Бен. Ты опоздала? Феи всегда опаздывают. А я ведь фея. Хе-хе-хе-хе. Давай быстрей. Хочу тебе кое-что показать. Что это за шум? Увидишь. Почти. Сюда. Здравствуй, принцесса Холли. Здравствуйте, старый мудрый эльф. Это большие эльфийские часы. О-о-о. Это самые верные часы. Что значит верные часы? Это значит, что они всегда идут точно. Правильно, Бен. Я каждый вечер их настраиваю по звону. Он вот-вот должен прозвучать. Мой живот уже урчит. Значит, время ужинать. Пора ужинать. Пора ужинать. Это звоночек. Звоночек. Нужно настроить часы. Но ведь это же няня Плам. Вы о чем? Няня всегда звонит в колокольчик, когда надо ужинать. А откуда няня Плам знает, что пора ужинать? Ее живот урчит. Что? То есть я настраивал эти эльфийские часы по тому, когда урчит живот у феи? Да. Хе-хе-хе. Похоже, что ее живот действительно не ошибается. Уже пора ужинать. Хе-хе-хе. Пока, Бен. Увидимся завтра, Холли. И прекрасная принцесса жила долго и счастливо. Конец. Уже пора спать, Холли. Но, папа, сова еще не кричала. Вот тебе и сова. И злой дракон съел ведьму. С тех пор все в королевстве жили долго и счастливо. Конец. Время спать, Бен. Но, мама, будильник еще не сработал. О, а теперь он звенит. Спокойной ночи, Холли. Спокойной ночи, Бен.